Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 143. Толкование на этот псалом, как и на многие другие, звучит из стен Московского Срединского монастыря, а записываются и размещаются они на портале экзегет.ру. 143-й псалом – это текст, который написан неким царем, в котором звучит «благодарность Богу за одержанную победу». Из-за разнообразия тем, присутствующих в псалме, современные экзегеты считают, что перед нами сложное произведение, состоящее из двух изначально самостоятельных текстов. В первых 11 стихах звучит молитва царя об избавлении от иноплеменников, а вот в 12-15 стихах – молитва о процветании народа. В качестве возражений на данную гипотезу можно заметить, что 71-й псалом также содержит различные темы, и тем не менее есть основания утверждать, что он был написан рукой одного автора. В отношении авторства гимна мнения исследователей также разделяются. Если автором псалма был царь Давид, или царь из династии Давида, то псалом датируется до Вавилонского плена, когда династия Давида прервалась, то есть до 587-го года. Если псалом написан после плена, то он предназначался для воспоминания о царе во время праздничных богослужений в храме. В первой части псалма вспоминаются цари династии Давида. Возможно, что под влиянием слов о воинственном иноплеменнике, в руках которого лютый меч и уста которого говорят на праслину, авторы арамейского торгума, как и создатели септуагинта, подумали, что псалом описывает поединок Давида с Голиафом. Это нашло свое отражение в словах против Голиафа, которые добавлены к слову «Давид» в греческом написании псалма. В то же время упоминание о Давиде вообще не означает, что сам Давид был автором псалма. Текст первых 11 стихов в значительной мере состоит из аккуратно подогнанных выражений из более древних псалмов Давида. Он вспоминает о времени, когда Господь спасал царей и избавлял раба своего Давида. Во второй части псалма присутствует послепленная терминология. Например, в выражении «всяким хлебом», который буквально означает «всеми видами продуктов», используется редкое слово, которое встречается только в послепленной литературе. Общий контекст псалма говорит не о бывшем, а о грядущем царе, который будет столь же славен, как Давид, и Господь в его лице исполнит условия ранее заключенного завета. Следовательно, автор 143-го псалма актуализирует собранный им материал из более ранних источников для современной ему общины. Если разбить текст на маленькие отрывки, то получится такая структура. Гимн начинается с благодарения Бога за помощь в битве. Далее скоротечность жизни человека сравнивается с дуновением ветра. После чего псалмопевец молится о том, чтобы Бог, который подобен громовержцу, простер с небес свою руку и спас от иноплеменников. Затем обещает воспеть новую песню в честь Спасителя царей. Заканчивается текст молитвой о благополучии народа. Рассмотрим детально его содержание. Первые два стиха. Псалм начинается с благословения Господа, верность которого подобна твердому камню, скале. Бог обучает руки и пальцы царя военному искусству. Бог – моя сила и ограждение, мой верный союзник, помощь и защита. Данный ряд метафор во втором стихе пересказывает аналогичный тезис из 17-го псалма. Слово «народ» в конце второго стиха может относиться к подавлению царем внутригосударственных мятежей, включая такие восстания, как бунт Авесолома против Давида. Буквально по тексту «Господь подчиняет народ под меня, под мою власть». Интересно, что по ряду древних переводов слово «народ» стоит во множественном числе. Это значит, что древние переводчики увидели в образе потомка Давида личность, которая подчинит себе не только еврейский народ, но и иные народы. Третья и четвертая стихи. После описания величия Господа псалмопевец размышляет о слабости и смертности человеческого естества. Ссылки на человека, скорее всего, обращены к самому автору псалма. Сын человеческий подчеркивает его бренность. Он, псалмопевец, один из смертных. Обычный человек по сравнению с Богом. Риторический вопрос, что обращаешь на его внимание, подчеркивает ничтожность людей по сравнению с Господом. Что такого в человеке, что ты его знаешь? Неужели человек того заслуживает, чтобы сам Бог о нем беспокоился и думал? Дуновение и проходящая тень подчеркивают хрупкость и мимолетность человеческой жизни. Жизнь человека проходит на одном дыхании. Он быстро проживает свой век и, как тень после захода солнца, исчезает. Если псалмопевец в этот момент размышляет о царском роде, в таком случае он намекает, что даже династия Давида, которая когда-то была славой Израиля, прошла, как уходящая тень. Пятый и восьмой стихи. Здесь кратко пересказывается сказанное более пространно в 17-м псалме. Но при этом здесь вносится определенная редакторская правка. И в конечном итоге описание Господа как покорителя природных стихий по 17-му псалму. В 143-м псалме становится частью молитвы. «Господь наклонил небеса, прикоснулся к горам, превратил их в вулканы, выпустил молнии, словно стрелы». Эти величественные слова о властвовании Бога над природой служат преамбулой к описанию власти Господа над земными царствами. Господь избавил, вырвал псалмопевца из рук интервентов, которые подобны множеству вод. Сыновья иноплеменных – это армии вражеских народов, которые нападают на Иудею, чтобы взять ее под свой контроль. «Господь освободил свой народ из-под власти иноплеменников». Псалмопевец называют врагов пустословами и лжецами. В древности было принято давать клятву, поднимая правую руку к небесам. Это был символический жест, призывающий Бога подтвердить истинность сказанного. Если десницы врагов свидетельствуют о лжи, значит, они лгут даже под присягой. Они лгут даже тогда, когда клянутся, что говорят правду. В 9-11 стихах автор псалма обещает, что если Бог даст ему победу, то споет ему новую песню и сыграет на десятиструнной арфе. Бог дарует победу царям и спасает своего раба Давида. В данном случае мы остаемся в недоумении, о каких израильских царях в Псалме идет речь. Злой меч – это образ смертельной опасности. Поскольку 11 стих по большей части копирует 7-8 стихи, некоторыми исследователями делается предположение, что этот стих был вставлен в текст историчными редакторами. 12 стих начинается с относительного местоимения «который», оставленное в синодальном переводе без возначения какого-то конкретного слова. Этот вводный термин может служить переходом от констатации фактов в последующей просьбе. Описанное далее процветание народа является следствием благословений Божьих. Слово «растение», с которым сравниваются злые сильные сыновья, встречается в Ветхом Завете всего один раз. Скорее всего, употребленная в Псалме фигура речи говорит о могучем здоровье подрастающего юношества, на одежде псалмопевца на продолжение рода. Точно так же и образ искусно-извоянных столпов служат метафорой красоты и стройности дочерей. Они, как резные колонны по углам дворца, украшают царские чертоги. Слово «житницы» также встречается в Ветхом Завете всего один раз в данном Псалме. Оно, вероятно, означает «амбары для хранения зерна». Псалмопевец мечтает, чтобы зернохранилища были заполнены всеми видами сельскохозяйственных культур, всяким видом зерновых. Иными словами, чтобы у народа еда всегда была в избытке. Об этом же говорит и образ умножения овец. Тысячи, десятки тысяч – это способ подчеркнуть невероятный рост численности скота, который плодится на пастбищах. Слово «валы», которое русские переводчики заимствовали из септуагенты, скорее всего, намекает на крупный рогатый скот в самом общем смысле слова. Это скот не уточняет от жира, а беременеет и, как следствие, увеличивается поголовье. У этого скота не будет расхищения, то есть потерь от выкидышей. Некоторые толкователи считают, что слово «расхищение» относится к горду. В таком случае оно может означать указание на некоторые проломы, проломы в стене. Пророк Амос использует схожий стиль речи для описания избалованных самарийских красавиц, которых Бог наказывает за притеснение бедных. «Сквозь проломы стен выйдите, каждое как случится, и бросите все в братство чертогов», – говорит Господь. Вопли на улицах в таком случае свидетельствуют о народном плаче «после разорения Иерусалима». «Если так, то автор псалма желает своему любимому городу, чтобы никакие захватчики более не проламывали его стен, не грабили жителей и не уводили их в плен. Счастлив народ, которого посетили указанное выше благословение, но не посетили скорби. Источником этого счастья является Господь. Он – Бог своего народа. Своим людям он дает мир и процветание. Посему счастливы люди, которые поклоняются Господу». Эпилог 143-го псалма, к которому автор постепенно подводит своих читателей, заключается в том, что желающий счастливого будущего никогда не должен забывать, что источником этого счастья является Господь. А, следовательно, личное отношение с Богом важнее, чем его дары. Если человек это осознает, ему легко сохранять веру в Бога не только в период изобилия плодов земных, но и во время скорби. Вот ведь как размышлял праведный Иов, когда все потерял. «Наг я вышел из шрева матери моей, нах и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Мы можем просить Бога обо всем, чем хотим, но не следует рассматривать молитву как чудесное средство для улучшения здоровья и страховки от несчастного случая. Мы должны поклоняться Богу не за то, что Он дает, а за то, кем Он для нас является. Он не автомат для прибавления земного счастья. А наш Небесный Отец, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю за внимание.